Привет! Не теряя ни секунды, начать хотелось бы с песни, которая иллюстрирует отношение Соболя к дегустации рецептов от Тома. В предыдущих выпусках Соболь создает смертельно опасное испытание. Евгений, котик, Исаак и агент становятся его жертвами. Симон выходит на охоту ради молодой картошки с укропом. Герои пользуются услугами психолога. Рекламщик получает телефонный звонок из прошлого. Привет! Зовите меня Фредди Исправитель. Я здесь, чтобы исправить все прошлые косяки передачи. Так уж получилось, что проект дегустации рецептов от Томы ориентирован своим юмором на одного конкретного человека. И избавиться от этой черты означало бы убить весь шарм передачи. Но отныне вы не будете чувствовать себя в дураках, потому что теперь каждый раз, когда здесь прозвучит шутка, понятная только Томе или еще парь-тройки человек, то на экране будет появляться буква Т. Вот так вот, ненавязчиво. К тому же, теперь каждый раз, когда в виде шутки предстанет отсылка к каким-то прошлым выпускам передачи, на экране таким же образом появится буква Ф. Не благодарите. Ну и долго нам еще здесь сидеть? Около трех недель. А что потом? Мы умрем. Подгасно. И что, выхода совсем нет? Я говорил тебе тысячу раз, выход есть, но его охраняет вооруженный до зубов сторож, против которого нам выдвинуть нечего. Эй, ты! Что? Долго нам еще здесь сидеть? Около трех недель. А что потом? Вы умрете. Потрясно. Как же я скучаю без чаечка. Что это? А, мой ноутбук. Я же агент, как я могу себе позволить ходить без него? Мы в ванной? Да. И шутить по этому поводу я не буду. Зато я буду. А вот и нет. Помолчи. У меня входящий от человека, который способен дать решение любой проблемы. Привет. Зовите меня Фредди Исправитель. Я здесь, чтобы исправить прошлые косяки передачи. Мало кто из вас понимает, кто такая Тома, хотя на ней основан весь этот проект. Поэтому сейчас, чтобы исправить это, я представляю вам краткую биографию Томы. Раньше жила здесь. Раньше училась здесь. Сейчас живет здесь. Сейчас учится. Нет. Не благодарите. Понимаете, доктор, у нас было условие. Если он приготовит салат, то он его отпускает. Но его все нет и нет. Несмотря на то, что, ну не мог он не приготовить этот салат. Он мог его пересолить, или бахнуть столовую ложку ванилина, или сжечь, но не приготовить не мог. Он ведь всегда готовил ради меня. Неужели он не смог бы приготовить ради себя? И за него я тоже волнуюсь. Устроил это какое-то испытание с освобождением через приготовление салатов. В чем смысл вообще? Я понимаю, что, наверное, напрасно ищу смысл там, где были как бы и завод Петровского, и первая учительница в странной шапке, и что наше обристо вонючее болото. Но, доктор, доктор, я устроил для Евгения испытание. Смертельное испытание с ореховым деревцем и котиком. Но Евгений прошел его. У меня не получилось сделать нормальное испытание. Мое испытание прошел совершенно неподготовленный человек, вооруженный лишь рецептом. Почему-то не появились эти гориллы с лазером из глаз. Хотя я все самолично проверил. Где были эти гильотины, которые... Евгений, он даже не запомнил, как я его схватил. Хотя я специально готовился, чтобы оказать впечатление. Покупал эти перчатки в сеточку цветы. Доктор. Картошечка с укропом похоронил укроп, картошечка, могила. Доктор, мне предложили рекламу. Рекламу товара, который я уже рекламировал сто лет назад. Доктор, я никогда не подписывался на рекламу временных петель. Почему же они появляются? Кстати, хотите выглядеть привлекательно даже в дождь? Купите краску для волос, резиновый чел... Привет! Зовите меня Фрэнди Исправитель. Я здесь, чтобы исправить прошлые косяки передачи. Всегда самой скучной частью выпусков была непосредственно дегустация. По той причине, что она не прописывалась заранее, а делалась на ходу. Отныне мы это исправим. И теперь все блюда будут приготовлены заранее и продегустированы тоже. И на основании этих реальных отзывов будут написаны отзывы для сценария. Реальные же отзывы при этом вы увидите в очередном спецдополнении. Не благодарите! Вы знаете, в последнее время в моей жизни как будто что-то резко изменилось. Я стал задумываться, что я делаю верно. В особенности, правильно ли я поступил, когда вставим Эминема в выпуск. Но, к счастью, жизнь сама подсказала мне, что я все делаю правильно. Я поднялся на этаж выше и увидел этот знак судьбы. Привет! Зовите меня Фредди Исправитель. Я здесь, чтобы исправить прошлые косяки передачи. Многие из вас задавались вопросом, а какая же на самом деле связь между регги-музыкой и творогом? Все очень просто. Позвольте объяснить. Регги слушают растаманы. Цвета растаманов – это красный, желтый и зеленый. Точно такие же цвета у светофора. Если попросить вас называть персонажа советских мультиков, которые ассоциируются у вас со светофором, то в 90% случаев это будет дядя Степа. Если попросить вас назвать персонажа советских мультиков, которого тоже зовут дядя, то в 90% случаев это будет дядя Федор. Дядя Федор жил в Простоквашино. Простоквашино – это торговая марка, которая производит молочные продукты, В том числе творог. Не благодарите. Ребят, я понимаю, что Фредди слишком много, но его нужно потерпеть. Это знаете, как такое, ну, когда нужно потерпеть что-то ради того, чтобы дальше получить нечто просто восхитительное. Именно так происходит и сейчас. Одиннадцатый выпуск, да, он получился ненасыщенный, такой, как бы это, много на чём останавливающийся, много чего поясняющий. Но поверьте, это очень важно и это поможет воспринимать следующие выпуски именно так, как их нужно воспринимать. Я долго думал, нужно ли вообще говорить об этом, останавливаться или все просто нормально воспримут одиннадцатый выпуск, но нет, я скажу. И именно поэтому сейчас мы переходим прямо к... Привет! Зовите меня Фредди Исправитель, я здесь, чтобы исправить прошлые косяки передачи. Тома была возмущена тем, как построены титры в десятом выпуске. Дескать, задолбаться можно ставить на паузу. Поменять трек я не могу, потому что именно в нём там была вся суть. Но зато под этот трек я могу создать новые титры, удобные для прочтения и восприятия. Не благодарите! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и где же он? Он ведь уже давно должен был его отпустить. А Исаак с агентом? Что он с ними сделал? Где они? Почему они до сих пор не вернулись? Нет, я звоню ему ещё раз. Прекрати мне названивать, я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Но... Отвлекись, Тома. Приготовь что-нибудь. Ведь что может быть лучше в трудную минуту, как не твои рецепты? Да что я могу в таком состоянии? Разве что бутерброды с крабовыми палочками и сыром. Хочешь? Хочу. Давай, прогони дурные мысли, займись делом. Сделала. И что? Слушай, ну серьёзно. Не переживай. Они все вернутся. Рекламщик, ты не понимаешь. Ты не знаешь Соболя. К тому же, мне страшно из-за самого Соболя. Что он с собой сделает после всего этого? Послушай, я не знаю, что он с собой сделает. Но я почти уверен, что он любит тебя. А что может лучше выразить вашу любовь, как не компетный сахарный ху... Евгений, ты в порядке? Да, я сделал всё, как ты написала в своей записке. И он отпустил меня. Ты сделал мой салат. Я сделал твой салат. Ой, Евгений, ты чудесный. А хочешь продегустировать мои бутерброды с крабовыми палочками и сыром? Конечно хочу, неси их сюда. И расскажи, как ты их готовила. Включаем духовку на сильный огонь. Нарезанный хлеб кладём туда пока без начинки, чтобы слегка подсушить его. Крабовые палочки можно развернуть, а можно нарезать полосками. Показываю оба варианта. В случае с развернутой, а не нарезанной крабовой палочкой, класть её нужно в несколько слоёв. Также необходимо нарезать сыр. На уже подсушенный хлеб выкладываем палочки и сверху сыр. В итоге бутерброды отправляются в духовку и запекаются там до расплавленного сыра. Ну как тебе? Подзолотившийся снизу хлеб это шикарно. И запах нравится. Но вот на вкус довольно странно. То есть я уже ел тёплые крабовые палочки раньше на пицце, но здесь их вкус кажется мне странным. Хотя может дело не в них, а в неудачном сыре. Нет, не пойми неправильно. Это вкусно, правда вкусно. И структура не подводит. Хлеб хрустит, а сыр тянется. Что же касается различий между нарезанной и развернутой крабовой палочкой, то оно одно. В том, что нарезанная крабовая палочка стабильнее удерживается на поверхности бутерброда. Что же касается общей оценки, то это будет пять. Вкусно. Привет, зовите меня Фредди Исправитель. Я здесь, чтобы исправить прошлые косяки передачи. Однажды Тома сказала, что читать титры ей не интересно. Однако для автора очень важно, чтобы каждым зрителям титры были прочитаны от начала до конца. Поэтому в 17 выпуске вас ждут эпичнейшие титры под эпичнейшую песню из репертуара Саната Арктика. И самое главное, с тем, что в моем исполнении Тома любит больше всего. С рисунками. Дождитесь. Не благодарите. А где Исака-агент? Афиг знает. А, чай! Наконец-то! Что с вами было? Ох, рекламщик, ты даже не представляешь, что с нами было. Сейчас расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Про что наше общество вонючее болото. Также будет показан единственный рецепт, для которого блюдо в выпуске было показано, а самого рецепта не было. И много другого очень интересного. Прощайте. Не благодарите. Субтитры сделал DimaTorzok